Более 180 студентов, аспирантов и молодых специалистов из разных городов России собрались в технопарке. С 5 по 9 декабря здесь прошла первая всероссийская школа-семинар НЦФМ по математическому моделированию на суперкомпьютерах Экса и Зетофлопсной производительности. География школ НЦФМ расширяется. Традиционно сюда приезжают участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Снежинска, Нижнего Новгорода и Сарова. К списку городов-участников присоединились Кемерово, Владивосток и Сочи. Интересное направление послушать про гидродинамику и ожидание, ну, интересные лекции. Посидеть, нас водиться. Организация прекрасная, нас накормили с поездки, очень приятно, новые корпуса, все шикарно работает. Ожидаю увидеть людей, которые занимаются этим, пообщаться с ними, узнать, чем вообще эта область живет, скажем так. Ну и в целом посмотреть на центр, на Саров, потому что рассматриваю как перспективу для поступления в УЗП. Лекции участникам читали ученые и специалисты из ведущих научных институтов и вузов страны. Программа школы была насыщена и практическими занятиями по работе с отечественным софтом, программным пакетом «Логос», разработанным в РФИАЦ в НИЕФ, для проведения расчетов по математическому моделированию различных физических процессов. Сегодня посчитать можно все, ну почти все. И с этой точки зрения интерес у всех, интерес у промышленности, интерес у коммерции, интерес у науки, безусловно, да. Вот Дмитрий Валерий сказал о доступности суперкомпьютерных технологий. Да, с одной стороны это так, но с другой, для того, чтобы этим воспользоваться, нужно решить очень много нетривиальных задач. Нужно понимать, как проходить этот путь от постановки задачи до получения осмысленных результатов. Молодежь должна знать о новейших разработках, куда мы движемся, то есть направление работы. В данном случае я считаю, что эта школа проходит все-таки по вычислительной и прикладной математике. И это очень важно, потому что от нас именно прикладные разработки как раз требуют наше правительство. И это как раз необходимо не только нашей стороне, но и во всем мире. Также у участников школы была возможность представить свой доклад по научной работе и получить консультационную поддержку от ведущих ученых в сфере вычислительных технологий. Одна из ключевых задач проведения таких школ НЦФМ – привлечение к работе талантливых молодых ученых. Технопарк идет в ногу со временем и делает все, чтобы на время работы школы лекторы и слушатели чувствовали себя максимально комфортно. Мы стараемся наши школы делать более интересные, более привлекательные. И с каждой школы мы извлекаем определенные уроки и делаем этот контент более интересным и насыщенным. Конечно же, если говорить про инфраструктуру, у нас еще буквально недавно добавилась заправка электрическая. То есть теперь в технопарк можно приехать на электромобиль и обеспечить его комплексную заправку. Научно-образовательная школа НЦФМ – четвертая в этом году. Ранее в Сарове работали над изучением физики нейтрино и астрофизики, физики высоких энергий и ускорительной техники, а также лазерной физики и лазерных технологий. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Анна Пилипец, Константин Островского, 24.